Здравствуйте, меня зовут Тимур Гайсин, это Одинцовское телевидение, проект специальное интервью. И сегодня мы с вами будем говорить о кибермошенничестве. Сразу представлю нашего гостя Виктора Викторовича Келивник. Ударение правильно поставил? Так точно. Директор по развитию розничного бизнеса одного из российских банков. Сейчас мы будем говорить не о банке, а о кибермошенничестве, поэтому про банк ваш я говорить не буду. Нам известно, что внутри вашего банка была разработана специальная программа, специальный семинар по противодействию кибермошенничеству. И вы сейчас последние месяцы, я уже не знаю точно сколько, выступаете с этим семинаром перед своими клиентами, людьми, которые получают зарплату на карточку вашего банка. И вот рассказываете про то, что такое кибермошенничество, что с этим делать. Я правильно ситуацию излагаю? Да, все верно. Добрый день, Тимур, спасибо за приглашение. Действительно, мы уже на протяжении более двух лет проводим периодически брифинг-сессии для наших клиентов, в первую очередь корпоративных, зарплатных, для того, чтобы продемонстрировать качество нашего сервиса. Потому что если наши клиенты проинформированы и защищены, даже с помощью нас, они нам будут в первую очередь за это благодарны. Но, наверное, в первую... Сейчас хочу уточнить. Людям приказали, и они пришли послушать вас. Вообще брифинг – это когда они задают вопросы? Или вы говорите, я могу, например, дать такую лекцию, по сути, и люди говорят, да, нам это интересно собирается. Как вас воспринимают? Чаще всего это идет в принудительной основе руководителям организации, дается команда сотрудникам на то, чтобы собрались все, например, в актовом зале или в каком-то помещении для проведения урока финансовой грамотности. Для них иногда даже является сюрпризом, о чем будет речь. Но когда я прихожу, иногда это происходит импровизация, иногда по-разному. Иногда это действительно брифинг и лекция, когда я от начала до конца говорю без прерывания на вопросы. А иногда это идет в режиме диалога, что тоже немного оживляет данную процедуру. Но, наверное, с чего я хотел бы начать, это, наверное, с какого-то резонансного случая мошенничества недавно, которое было буквально на этой неделе. Да, давайте, давайте, расскажите. Действительно, у нас сплошь и рядом, я с кем из директоров офисов не общаюсь, каждый день сталкиваются с попытками мошенничества. Иногда успешными, иногда неудачными. Но практически на ежедневной основе в каждом офисе банка нашего появляются случаи, когда человек пытается взять либо кредит, либо... Расскажите, о чем будет речь? Например, самая, так скажем, избитая схема, и несмотря на свою популярность этой схемы, о том, что во всех новостях эти резонансные случаи подсвечиваются, какие-то крупные, так скажем, клиенты, владельцы крупных нефтяных компаний и так далее попадают на мошеннические схемы, где у них украли 50 миллионов рублей. Это резонансно подсвечивается в каждом новостях. Но, тем не менее, каждый день приходят люди, и по одной и той же схеме происходит попытка изъятия денежных средств у этого человека с помощью метода социальной инженерии. Знаете что? Вы сейчас наговорили конструкции, словоформ, но я так и не понял. Я пока еще не увидел человека, который пришел, и у которого мошенники обманным путем вытягивают деньги. Вы можете прям конкретно сказать? Я каждый день с такими сталкиваюсь, поэтому, наверное, простым языком я постараюсь объяснить. Значит, обратился гражданин для получения кредита на сумму 2,5 миллиона рублей. Это было в одном из наших ближайших городов. Обратился... Ну, это в Подмосковье. В Подмосковье, да, в Одинцовском округе. Собственно, обратился с целью... Там была полная легенда, где человек работает, для чего он берет кредит. С документами у него все в порядке было. С документами все в порядке. Он мог претендовать на эту сумму. Он мог претендовать на эту сумму. Причем кредитная история была хорошая у человека. Он был клиентом банка. И обратившись в офис, все вот он рассказывает и объявляет цель кредита для ландшафтного дизайна. И сотрудника банка, кто непосредственно занимается выдачей кредита, смутило, что на ландшафтный дизайн человек берет кредит в январе месяце. Что не совсем актуально. Обратил на это внимание и проинформировал директора офиса, которая была в то временном на совещании. Но запретить человеку выдачи кредита можем в исключительно редких случаях, о которых я расскажу позже. Собственно, данный гражданин получил кредит. И уже выходя из офиса банка, он был на телефоне с мошенниками. Но вы тогда не знали этого? Мы тогда не знали этого. Но у мошенников, я думаю, не было, так скажем, подушки безопасности на тот случай, если директор офиса выбегает на парковку в январе месяце без верхней одежды, ловит этого гражданина за руку, говорит, пойдемте, пожалуйста, мы посидим с вами, я вас угощу кофе. Пойдемте, выпьем кофе. Я вас угощу кофе, и вы мне расскажете чуть подробнее, на что вы взяли денежные средства. Человек сопротивлялся, но в конечном счете согласился, как бы это было, гражданка, которая вот так вот села, обняла свой портфель с деньгами и молча сидела. И на протяжении пяти минут она не выронила ни слова. А директор офиса, она сама начала рассказывать о случаях, которые ежедневно сталкиваются. И, видимо, в какой-то момент она зацепилась за какой-то похожий случай, который был непосредственно с этой гражданкой. И та действительно расплакалась и начала показывать, что у нее в Телеграме, в Ватсапе есть действующие лица, которые ее сопровождают и курируют сейчас в данном процессе. Они прислали ей удостоверение ФСБ, удостоверение Центробанка. Так, и какая легенда была? Легенда была в том, что сейчас на нее пытаются денежные средства взять в разных банках, действует группа мошенников, и что сотрудники банка также являются в этой мошеннической связке. Поэтому нельзя им ни в коем случае говорить там истинные цели и так далее, что все происходит. То есть она пришла в банк, чтобы взять кредит, чтобы другие не могли взять? Чтобы исчерпать свой кредитный лимит. И при этом ее предупредили, что вот она идет в банк, а там сидят мошенники. Там сидят мошенники. И с кем разговаривать нельзя, делиться информацией нельзя. Совершенно верно. И нужно этим мошенникам в банке рассказать ровно то, что мы вам расскажем. То есть как проконсультируем в плане подачи заявки. И почему-то человек поверил каким-то заявлениям и каким-то удостоверениям, которые просто присланы в Телеграме. Просто картинки. Просто картинки. Чем ситуация разрешилась? Ситуация разрешилась тем, что она все равно до последнего не верила, что это может быть правда и так далее. Директор офиса предложила ей взять паузу один день, подумать. И они внесли денежные средства на депозит. Под проценты, чтобы они там лежали. Выписали ей все документы о том, что денежные средства на ее счете, на депозите. То есть все документы оформили, чтобы человек был спокоен. И чтобы она уснула и проснулась с этой мыслью. И на следующий день она пришла с цветами, с благодарностью. Потому что к ней пришло осознание. Все-таки хоть поблагодарила, да? Поблагодарила, да. Подождите, а вот непонятный немножко момент. Посмотрите, ей говорят, сейчас на твое имя мошенники снимают, берут кредитные деньги, иди сама возьми. Она пошла взяла. А как они себе эти деньги хотели забрать-то потом? Они просят перевести денежные средства. Они же сотрудники службы безопасности и так далее. Они просят денежные средства перевести на некий безопасный счет, который будет сохранный. То есть это единственный счет, который сохранит ее средства. А координаты дадут ей они? А реквизиты данного счета они? То есть просто прямо взять из кармана, отдать людям? Да. Причем это осуществляется... К сожалению, наши технологии идут вперед, они идут для удобства, но одновременно с этим они открывают возможности для мошенников. Потому что просто взяв кредит наличными в банке, она засовывает их в банкомат, и денежные средства уходят в неизвестном направлении мошенникам. Один дедушка 39-го возрождения... Подождите, вот эта женщина, с которой все случилось, ей сколько лет было? Молодая девушка была. То есть это не пенсионерка доверчивая? Портрет был. Это молодая девушка, порядка около 30 лет. Она занимается дизайном интерьера. Собственно, она не вызывала никаких подозрений и мысли о том, что она может быть подвержена действиям. То есть это довольно успешная, в расцвете сил, человек, это не пенсионерка, которая сам на телефоне набирать номер не умеет самостоятельно, внуков просит. Это просто понимаете, что это идет вразрез тому, что у нас там говорят, давайте поговорить со своими стариками. Да, Тимур, есть стереотип о том, что данной группе, так скажем, данным операциям подвержены только люди пожилого возраста. На самом деле это не так. Средний возраст... Знаете, чтобы пока не ушли, давайте назад немножко вернемся. Давайте. Ваша директриса или руководитель отдела, филиала, которая выскочила на улицу в январе, а мы помним, какие там были морозы в январе, да? Что ее двигало? У нее инструкция есть должностная? Или вот зачем она это делала, почему она это делала? Это раз вопрос. И сразу второй вопрос. Сколько таких случаев бывает у вас? Насколько это повторяющаяся ситуация? Буквально перед нашим с вами интервью я делал контрольный прозвон. Я директорам офиса звонил спрашивать актуальность информации, которую мы сегодня с вами будем обсуждать. И уже обсуждаем. На этой неделе каждый из директоров по несколько раз уже имел беседы с людьми о том, что не нужно денежные средства отправлять в банкомат мошенникам, что вы сейчас денежные средства берете. То есть людей буквально за шкирку над пропастью ловят? Да. На ежедневной основе. Практически в каждом офисе, Тимур. В количествах можете сказать, в цифрах? Ну, если мы посчитаем, например, по Одинцовскому округу, ближайшим городам, если взять каждый офис и по одному-два случая в день, то это порядка 30-40 случаев в неделю может быть. 30-40 случаев по миллиону, полтора-два миллиона? Нет, сейчас суммы пошли меньше. 650-700 тысяч рублей. Ну, тоже немало, на самом деле. Ну, тоже немало. Тоже немало. Особенно на объеме. Это, на самом деле, очень страшные цифры. Хорошо. Ну, давайте сейчас немножко вернемся к тому, с чего начали. Почему вы у нас здесь появились? Потому что вы читаете семинар. Людям, которые получают зарплату на карточку вашего банка. Расскажите про этот семинар. О чем вы там говорите? Проведите какие-то цифры, факты оттуда. Один из топ-менеджеров нашего банка подготовил презентацию, в которой собрала статистические данные, собрала какие-то информацию о нашем техническом прогрессе, что касается безналичных платежей и так далее. И рассказала о случаях мошенничества. Данная презентация была направлена к нам в сеть. И официальное разрешение на использование при диалоге с клиентами, при проведении массовых мероприятий. Произошло обобщение опыта какого-то, да? Да. Какой-то анализ. И внутри сети, по стране раскидали. Да. И, соответственно, желающие проводить такие уроки финграмотности, это все-таки клиентские отношения наши с юрлицами, с физлицами. Это то, на чем строится наше партнерство. На чем банки... Давайте сосредоточимся на практической части. Можете привести вот из этой лекции, я бы ее лекцией назвал. Сейчас на ютубе же очень много лекций, да? Очень много. Начиная от того, как там происхождение человека и там тайны черных дыр. Каждый находит по себе, что хочет. Про финансовую грамотность тоже очень много, что есть, чего есть. Какие у вас там есть интересные выводы, которыми вы можете поделиться, которые удивляют людей, с которыми, например, вы встречаетесь? Один мы уже с вами озвучили. Основной удар мошенников не на бабушек приходится. Средний возраст... А на те, у кого деньги есть? От 25 до 45 лет это средний возраст людей, которые подвержены мошенничеству. Есть ли еще какие-то цифры, наблюдения фактов, которые интересны? Из интересных цифр меня очень впечатлила информация о том, что за последние 10 лет количество мошенничества в киберсреде дистанционно увеличилось в 48 раз. Это порядка полумиллиона случаев. И это на самом деле очень большие цифры, и это цифры, о которых мы знаем. На самом деле очень многие люди, попав на уловки мошенников, стесняются об этом признаться даже близким. То есть это официальная статистика, а наверняка за ней еще стоит неофициальная. На ней наверняка еще стоит неофициальная. Как это? Обманули, ну и ладно, никому не расскажу про это. Людям действительно стыдно, потому что попадаются и мужчины, и женщины. Мужчины попадаются в достаточно весомых должностях. И ему стыдно признаться даже в кругу семьи о том, что он, так скажем, здесь из выражения такой простофиля. И просто взял и отдал деньги, как наивный мальчик куда-то мошенникам. Причем схемы используют очень разнообразные. Они постоянно подстраиваются под реалии. То есть, например, сейчас между нашим банком и МВД разработана система, которая позволяет, так скажем, электронный документоборот, который позволяет запрашивать от МВД в банке документы в три раза быстрее и больше увеличивать раскрываемость преступлений. Как это работает? Вот вы сейчас произнесли слова, они у меня что-то в мысли не сложились. Электронный документоборот, это немножко упрощает бюрократию. То есть... Как это помогает предотвратить обманки? Самая важная скорость обработки. Если пришел гражданин в момент, действительно, в тот же день, когда с ним случилась эта беда, написал заявление, если следователь берет в оборот и запрашивает документы, вопрос в сроках. Если ему документы в течение 10 рабочих дней предоставляют, ну, за эти 10 рабочих дней, вы понимаете, деньги уже растворяются, да, их уже не найти. А когда ему в течение дня-трех предоставляют, есть... А лучше часа-трех. А лучше часа, да. Такие ситуации у нас уже были, когда действительно моментально практически предоставляли. Есть шанс спасти денежные средства, в первую очередь, вернуть. Человеку. И задержать мошенников. Потому что из недавнего нашего брифинга совместно с МВД, они любезно пригласили меня на свою площадку, для того, чтобы, так скажем, тоже донести до нас. То есть, так же, как и мы, заинтересовались вот этой вашей вот... Совершенно верно. Семинаром лекции по финансовой грамотности. И это набирает обороты. Это, к сожалению, боль каждого дня. Многих людей, кто с этим столкнулся. И это нельзя оставлять незамеченным. И, собственно, даже наше государство в виде, там, Министерства внутренних дел заинтересовалось, так скажем, увеличением финансовой грамотности населения для того, чтобы хотя бы таким образом упрощать и предотвращать случаи мошенничества. Так, немножко я потерял мысль, куда мы с вами сейчас идем. Но, знаете, вот очень хочется у вас еще спросить вот по итогу вашего общения с людьми, с МВД, со своими коллегами, которые делятся, дают вам информацию, да? Можем ли мы с вами прийти вот к каким-то выводам, что мы можем посоветовать человеку? Перед этим одну ситуацию хочу рассказать. То есть, знаете, когда я слушал истории, как обманывают... Ну, то есть, самая банальная ситуация, там, ваш сын попал в беду, переведите деньги, чтобы решили вопрос, одолжи мне, да? Потом пишут, меня взломали, никто не пересылает эти деньги. Вот буквально недавно у меня... Ну, все это я воспринимаю, как некие сюжеты для фильма. То есть, есть такой сценарист, мошенник, который придумывает историю такую, чтобы она цепанула вас, чтобы вы взяли и вытащили деньги из кармана. Это же, на самом деле, смотрите, это прямо для триллера история. У тебя сейчас на твое имя берут деньги, в банке все против тебя, ни с кем не разговаривай. Это прямо вот, ну, чтобы во все это поверить, это же, это надо было придумать. Это как-то должно выглядеть достоверно. Вот. И я обратился к писательнице одной, писательнице, причем очень хорошей, причем она не только писатель, но еще и режиссер, им сейчас называть не буду. Я сказал, скажите, можете у меня назвать драматургические пружины, которые заставляют людей действовать? Что людей заставляет действовать? Вот писатель. Ну, казалось бы, да, кому еще обращаться? И она меня в итоге не поняла. Она все время возвращалась к той самой ситуации, которая произошла с ней. От ее имени у ее знакомых вытащили несколько десятков тысяч рублей. То есть, она меня не поняла. Я представляю, что это очень сложно сформулировать, вот как себя вести. Это очень сложно. И теперь, со всей этой сложностью вселенной, я обращаюсь к вам. И теперь, вот сейчас возьмите и дайте нам совет. Прежде чем дать совет, я хотел бы подчеркнуть, наверное, что мошенники, вы правы, что действительно они сидят, разрабатывают схемы. Но я даже думаю, что это не один человек, а целая масса людей. Там целые мозговые штурмы проводятся касательно того, как, там, чуть ли не на ежедневной основе, как подстраиваться. Это какая-то, видимо, эволюция происходит. Их там много, один попробовал одно, второй, другой, третий. Что это за масштабный бизнес? Сколько денег они за счет этого получают? И действительно, наверное, им, на их взгляд, инвестировать эти деньги в развитие их схем достаточно выгодно. И они действительно модернизируют. Если ранее, как вы сказали, могли просто взломать аккаунт в соцсетях и от имени человека написать, что там срочно переведи мне деньги. Далее, как начали делать? Начали присылать фотографию карты, на которой имбассировано имя, опять сложные слова, да, выбитое имя этого человека. Якобы это карта. То есть все, там в фотошопе сделали имя, фамилию, имя, там, и номер карты. Уже, опять же, усыпляет бдительность. А что говорят? Ну, прислали фото и что? Переведи мне, пожалуйста, денежные средства. Ну, привет, можешь одолжить денег, там, до пятницы пять тысяч закинуть. Причем могут проанализировать диалог. А при чем здесь карта с имбассированным? Когда человек, уже слышав о том, что могут взломать и так далее, начинает сомневаться и говорит, а это действительно ты, ему в ответ уже для убеждения показывают карточку. Но и то, это уже прошлый век. Сейчас используют нейросети. То есть каким образом это происходит? Как это работает? И сколько это стоит, кстати? Вот мне интересно даже. Знаете, Тимур, к сожалению, это очень доступно каждому гражданину. У нас из-за того, что эта тенденция новая, сейчас очень много бесплатных демоверсий, тестирований. Как это работает? Расскажите. Как это работает? Вам звонят мошенники, а вы же уже подготовленный человек, вы знаете, что это мошенники. Но у вас чувство юмора хорошее, вы начинаете с ним разговаривать по телефону. Шутите, 20-минутный разговор. Издеваются они. Издеваетесь, да. В конечном счете мошенник понимает, что вы все это время водили его за нос. Но на самом деле все это время он вас водил за нос. Потому что ваш 20-минутный разговор записался на диктофон. Далее загружается эта запись в нейросеть. И чем дольше разговор, тем качественнее будет имитация вашего голоса. Они пишут текст, в течение 3-х минут нейросеть генерирует аудиозапись с вашим голосом. Более того, могут даже сейчас уже генерировать видеозапись. То есть в Телеграме, так скажем, у нас есть кружочки. Это моментальные видеосообщения, которые не заранее подготовлены, которые записаны вот прямо сейчас. То есть это говорит о том, что прямо сейчас человек это записал. И в этом кружочке лицо и голос. Пришли мне прямо сейчас денег. Привет, дай мне денег. Привет, слушай, у меня телефон там сел, вот с другого номера тебе пишу. Можешь мне срочно закинуть на 3000 рублей на этот номер. Я тебе завтра переведу обратно. У меня завтра зарплата. Или через 2 часа. Или через 2 часа, без разницы. Срок там не столь важен. И все, и человек начинает подкупаться и верить. Он голос слышит, он лицо видит. Даже может манеру разговора. Может и так. Поэтому это говорит о чем? О том, что мошенники модернизируют свои схемы. Поэтому какому можно додать совет? Да. Он будет банальный, Тимур. Бдительность. Это совет, который, наверное, такой собирательный. Это как, знаете, есть слова клиентаориентированность. Мы все часто употребляем это слово. Буду развивающейся компанией. Но не часто. Да, да, да. Что это означает будьте бдительны? Вы поймали мой вопрос, да. Что это значит быть бдительным? Вот сейчас в разговоре со мной вы бдительны? Как это проявляется? Внимание к деталям. Во-первых, когда человек проинформирован, чем больше случаев он знает, изучайте. Интересуйтесь этим. Почитайте, посмотрите какие-то видеоролики, схемы какие. Допустим, схема элементарная сейчас очень часто. В день по 2-3 случая в каждом офисе банка. Приходят граждане и рассказывают действительно о том, что им позвонили из Билайн, из Мегафона, неважно, сотового оператора. И сказали, что заканчивается срок действия вашего договора. Ваш номер скоро будет заблокирован. Так. Нам нужно продлить ваш номер. Либо приезжайте к нам в офис, а у нас же сейчас все занятые, некогда. Либо можем сделать это дистанционно. Человек говорит, да давайте дистанционно, а как? Ну вот с помощью госуслуг, давайте хорошо. Ему приходят смс-ки с госуслуг, потому что тем временем мошенник делает запрос на восстановление доступа к госуслугам. И человеку действительно по смс-ка от госуслуг приходит, что для подтверждения введите код. Человек диктует этот код, мошенник попадает в госуслуги. А следующие смс-ки знаете, какие приходят, Тимур? На вас взят микрозайм, на вас взят микрозайм, на вас взят микрозайм. С помощью доступа к госуслугам это доступ к достаточно большому объему информации. Поэтому в идеале, наверное, сейчас во многих банках есть возможность сдать биометрические данные. Это усиливает вашу защиту, вашего аккаунта в первую очередь. Далее никогда никому, ни при каких обстоятельствах не диктовать смс-ки. То есть сотрудник банка, который вам позвонил и говорит, продиктуйте смс. Или ФСБ. Или ФСБ. Или Центробанка. Неважно. Или ваш руководитель, который своим голосом вам звонит, своим лицом. Кстати, об этом. Вчера буквально в Одинцово был случай, когда один клиент наш, который является нашим постоянным клиентом, он лично иногда общается с директором офиса. Его все знают, сотрудники, часто приходят в офис. В трех минутах от офиса живет наша зарплатная организация, приходит и пытается снять там большую сумму денег. Начинает выяснять, а что, как, почему директор офиса вызывает его на беседу, на диалог. Человек, опять же, несмотря на то, что они знакомы, он с большой осторожностью не открывается. В конечном счете выяснилось, что аккаунт его руководителя сделали, псевдоаккаунт. И с этого псевдоаккаунт поставили аватарку его руководителя. Сказали, тебе сейчас позвонят сотрудники ФСБ, ответь на их вопросы. Человек, находясь на линии сотрудников ФСБ, это же уже авторитет. То есть позвонил мой руководитель и сказал, что мне... Я вообще не позвонил, а написал в Телеграме, да. И еще и тут госорган, который достаточно тоже... И что они просили-то у него? Они сначала выясняли информацию, они спрашивали, какие остатки на счетах, сколько карт и так далее. Потом они, опять же, к привычной схеме вернулись с безопасным счетом. То есть мы тебе дадим счет, а ты переведи туда, чьи он, свои или чужие деньги? Свои и кредитные, чтобы исчерпать кредитный лимит, чтобы у никого не было доступа к его счетам, потому что они будут все на безопасном счете. И когда расследование завершится, то есть это, как-то, скажем, контрольная закупка, в которой привлекают гражданина. И он пошел, да. И что вы хотели сказать? Руководитель офиса говорит, позвоните еще раз своему начальнику. На его прямой номер. На его прямой номер. Этот гражданин звонит, а начальник оказывается не в курсе. Ни сном, ни духом. Да. И это предотвратило. Это история вчера была. Да. Понятно. Не верь никому, да. Перепроверяй даже, я бы сказал. Хотя бы, как минимум, перепроверь. Звонит тебе родственник и просит денег. А, пишет. Пишет. Позвони ему. Да. Он тебе прислал видео с голосом своим, с другого номера. Перезвони. Перезвони ему. На его номер. А если там, он говорит, ты знаешь, у меня телефон сдох, и я говорю, да, он говорит, телефон сдох, поэтому ты не можешь дозвониться. Говоришь, ну, давай, когда он включится, тогда и поговорим. Не с чужого номера, а с твоего. Что еще? Опять же, кодовое слово можно использовать. Ну, это такая история, что когда-то я со своей дочерью придумал кодовое слово. Ну, это как бы я вот поделился, и я так понимаю, ну, вы думаете, это нормальный способ, рабочий. Один из действующих. То есть, получается, смысл в чем? В том, что я сказал, что если ты мне просишь у меня денег, и что-то с тобой произошло, или еще что-то, вот у нас есть слово с тобой. Если я его услышу, я понимаю, что это ты. А если этого слова нету, то тогда, значит, я начинаю все перепроверять по сто раз. Ну, мы договорились, и так интересно, этот разговор там был условно там 10 лет назад, и недавно я спросил, ты помнишь, он говорит, я помню. Ну, это какая-то для нее игра, поэтому она как бы, так она и осталась прямо в голове. Ну, это и интересно. То есть, если, ну, обратно действует, если вдруг я ей позвоню, она уже мне сейчас взрослой стала, если я скажу, дай денег, и я на слово не услышу, значит, это не я. Ну, это как бы один из таких вариантов. Один из. И хотел бы с вами, Тимур, немножко поговорить о манипуляциях. С помощью чего людьми манипулируют, как вы считаете? Знаете, что я вам сейчас скажу? Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос вначале, и еще вас послушаю, но мне кажется, что вот на сегодня мы уже достаточно поговорили. Предлагаю, если зрители напишут, что эта тема интересна, да, у нас на канале на Ютубе, где это выкладывается видео, тогда предлагаю встретиться еще раз. Мне кажется, эту тему мы сейчас вот затронули, но, кажется, там еще много о чем можно говорить. Тема очень масштабная, на самом деле, Тимур, и невозможно, наверное, все, весь этот объем информации поместить в одно короткое интервью, потому что хочется подсвечивать как можно больше в массы разные случаи для того, чтобы люди, понимая логику, логику действия мошенников, то есть, зная 3-4-5 случаев, уже понимаешь логику шестого. Там логика одна и та же. Иногда она может быть завлекающей, что вам деньги переведут. Хорошо. Итак, у нас в гостях был Виктор Викторович Келивник, директор по развитию розничного бизнеса одного из крупнейших российских банков. Человек, который взял на себя, по сути, такую общественную функцию, рассказывать людям о кибермошенничестве. Сегодня он любезно согласился прийти к нам и тоже с нами поделиться. Ну и, пожалуй, спрошу, это у вас первое такое выступление? Другие журналисты вас звали? Касательно выступления на телевидении и с журналистами, это мой дебют. Ранее только общественные площадки, в том числе и наши МВД, недавно пригласившие меня. Поэтому, да, это мой дебют. Хорошо. Ну, как нас учат журналисты в конце задать вопрос? Есть ли какие-то вещи, которые я не успел вас спросить, но вы хотели на них ответить? Не считая то, что у нас еще целая передача впереди, может быть, если зрители скажут, да, мы хотим это. Есть ли какой-то вопрос, который вы хотели задать? Я думаю, их осталось очень много, но мы оставим это на сладкое на следующий раз. И еще у меня один вопрос, Тимур, а почему у вас растемнута верхняя пуговица? Ну, знаете, вообще это не недосмотр. Вы были в Звенигороде? Да. Вы видели там знаменитый памятник Чехова? Конечно. Знаете, я когда это увидел и когда познакомился с скульптором, я такой флешмоб сделал. Я не застегиваю вторую пуговицу, как на памятнике. Помните? У него не застегнут вторая пуговица. Ну, то есть я показываю, что мы одинцовцы, звенигородцы и, в общем, такая вот, я не знаю, флешмоб, насколько это будет популярно. Мне кажется, если, например, все жители нашего Одинцова в любой стране, в любой части мира вот так вот не застегивают, это как бы такой знак, что, типа, мы земляки с тобой. Ну, вы очень наблюдательны. К вопросу о внимательности, о деталях. К чему вас и призываем наши дорогие зрители. Это был проект специального интервью Одинцовской телевидения. Меня зовут Тимур Гайсин. Спасибо за внимание. Спасибо.